Друзья, приветствую всех! С нами сегодня интересный собеседник. У нас сегодня в эфире отец Кирилл Говорун, богослов, писатель, священник, преподаватель многих известных университетов, профессор и человек, который, наверное, больше нас с вами думает о том, а в чем же смысл того, что происходит. Здравствуйте, отец Кирилл! Здравствуйте! Ну вот, знаете, я начну с очень драматического события, но я подумала сегодня, что, наверное, это будет такая правильная, очень правная точка для нашего сегодняшнего разговора. Вчера была фактически убита, но она вот не сразу, вот было покушение, потом она в больнице уже умерла, Ирина Дмитриевна Фарион. Мне кажется, нет человека в Украине, который бы не знал, кто это, да, и она была очень, ну, таким сложной личностью, поэтому и в социальных сетях очень разные отклики, но, слава Богу, большинство наших соотечественников сходится на том, что убийство это страшная вещь. И я лично много раз писала с Ириной Дмитриевной интервью, и, наверное, больше 5-6 раз за эти годы мы были неплохо знакомы. И, конечно же, я хочу с вами об этом поговорить. Вот как вы считаете, кому совершенно очевидно, что это провокация? Ну, потому что кого, на кого могла действовать, вернее, даже не так, кому могла мешать достаточно взрослая женщина, преподаватель и так далее. Это провокация именно потому, что у него были какие-то идеологические свои, так сказать, позиции. Как вы считаете, кому была выгодна эта провокация? Ну, я не знаю, кому она, на самом деле, была выгодна, кто за этим стоит. Это должно становиться следствие, и я боюсь, что я некомпетентен сделать оценку того, кто за этим стоит. Я могу только сказать, что эта действительно трагическая смерть, которая очень многих задела, она стала симптомом того, что происходит в украинском обществе, симптомом некоторой фрагментации общества, поляризации общества, может быть, обострения каких-то внутренних противоречий, и, может быть, даже какой-то злобленности внутри общества, вот, который, в общем-то, понятно, его можно объяснить, потому что все украинское общество находится в состоянии травмы, и травма, вот, она имеет различные формы проявления себя. Это своего рода экстраполяция той, в общем-то, ненависти к врагам, которую большинство украинцев испытывает, потому что каждый пострадал, каждый страдает, продолжает страдать в Украине, и, но поскольку не у каждого есть возможность дотянуться до врага, то начинают искать, как бы, себе внутренних врагов, от чего общество и поляризируется. К сожалению, Ирина Фарион тоже сделала свой вклад, конечно, в эту поляризацию. Я не хочу сказать, что она пострадала от того, что она сама делала, потому что, в любом случае, эта смерть совершенно несправедливая, она ужасная, она трагичная, и даже те люди, которые сделали свой вклад в фрагментацию общества, они заслуживают даже толики того, что она пережила. Но, тем не менее, это симптом, который, я думаю, это звоночек, который для всех нас прозвенел, для того, чтобы мы могли, должны были бы задуматься над тем, что с нами происходит. Независимо от того, это провокация, это устроено кем-то намеренно, или это просто чья-то, у кого-то психика, что называется, не выдержала. Либо это холодный расчет. Независимо от этого, это звонок для украинского общества. Ну вот, как пишут некоторые эксперты, философы, они говорят, сегодня у Олега Хомяка был большой пост, они говорят о том, что вот эта смерть, она как бы обнажила и проявила угрозу основную, которая стоит перед Украиной. Это будущее, да, оно может быть разным у нас. Ну, во-первых, военный фактор, это понятно. Во-вторых, как он говорит, и согласны ли вы с этим, что гибель Фариона обозначает новый этап в жизни страны. Вот это переходит вот этой агрессии из коммуникационной плоскости в плоскость поведенческую, в этом есть большая опасность. Да, вот вы тут правы, что Ирина Дмитриевна иногда способствовала, да, этому изо всех сил вот этой агрессии. Но, тем не менее, тем не менее, мы, как мне кажется, все должны сейчас подумать, а какую страну мы хотим построить после окончания войны, как мы хотим друг к другу относиться, и что нас может объединить перед лицом будущего. Что вы скажете об этом? Совершенно справедливые вопросы. Более того, вопросы актуальны. Я думаю, что они не менее актуальны, чем вопрос о том, как нам победить врага, как нам выжить, как народу. И уже сейчас нужно, на мой взгляд, думать о том, что мы будем делать после войны, потому что война продолжится. И ведь люди, которые воевали на фронте, они знают, что они так и не возвращаются с войны. Они остаются с войной, даже если они возвращаются домой. Но это относится не только к нашим солдатам, которые воюют. Не факт, что мы, те, кто не воевал, смогут быстро вернуться с войны. Война останется с нами, по крайней мере, для нашего поколения. А мы говорим уже даже о детях, которые уже осознанно переживают этот опыт войны. Она будет и с этими детьми. И как нам быть с этой войной после войны, это очень большой вопрос, потому что война продолжится, очевидно. И важно нам не где-то остановиться и закончить войну для нас самих, для самих себя. В истории европейских народов были случаи, когда с окончанием войны против внешнего врага продолжалась внутренняя война, гражданская война. Вот, например, Греция. Это один такой пример. Греция участвовала во Второй мировой войне. Она была оккупирована нацистами. Она очень мужественно сопротивлялась нацизму. Вот, и в конце концов, когда Греция была освобождена, она столкнулась с новой угрозой, когда внутри общество оказалось разделено. И это уже гражданская война продолжалась, довольно кровавая, довольно насильственная, продолжалась еще несколько лет после окончания Второй мировой войны. Это тоже как бы сигнал. И вот то, что сегодня, вот вчера произошло с Ириной Фарион, это как раз уже какой-то вот этот внутренний, я не хочу называть это, конечно, гражданской войной, это слово из пропагандистского лексикона России. И я не думаю, что уместно нам применять это слово сейчас. Но в любом случае, какой-то внутренний конфликт, он уже вызрел, он уже есть, или даже конфликты. Вот, важно эти конфликты как раз гасить уже сейчас, эту войну внутреннюю, уже сейчас что-то с ней делать. Вы знаете, о роли церкви говорить очень тяжело во время войны, но мне кажется, что нужно. Я не раз многим своим собеседникам задавала вопрос за эти почти уже три года, да, что, какие изменения происходят в церкви, стала ли церковь опорой во время таких страшных событий для очень многих людей. И на этот вопрос можно отвечать по-разному. Меняется ли церковь? Мир стремительно меняется. Меняются смыслы, меняется архитектура безопасности, меняются люди, и казалось бы, да, церковь тоже должна меняться. Но есть такое ощущение, отец Кирилл, возможно, они права, что церковь не меняется. Я не говорю о российско-православной церкви, она давно, как мы знаем, превратилась в еще одно отделение КГБ или ФСБ. Дело не в названиях, дело в том, чем она является. И она дискредитировала очень серьезное православие, очень серьезное. Но, в принципе, ведь православная церковь состоит не только из этой церкви. А, в принципе, что сделала она, с вашей точки зрения, и отвечает ли она сегодняшним вызовам? Да, конечно, российская, русская православная церковь очень низко пала. Она действительно дискредитировала саму себя, дискредитирует, в общем-то, глобальное православие. К счастью, у нас в православии нет единого центра, у нас нет единой такой структуры, как, например, в католической церкви, где, например, ошибки одного человека, Папы Римского, могут лечь тенью на всю церковь. У нас есть поместные церкви, которые, в общем-то, совершенно независимы друг от друга, и мы имеем даже слово для этой независимости, автокефалия, которое стало очень, слово очень популярное в Украине, начиная с 2018 года, по крайней мере. Вот, и вот структура православной церкви, она предполагает, что это, знаете, вот как такой корабль, иногда церковь сравнивают с кораблем. И вот в корабле есть такие внутренние отсеки, когда взрывается один отсек, то другие, оказывается, бывают изолированы, если их как бы изолировать, то тогда вода не попадает в другие отсеки. Вот что-то подобное происходит с глобальным православием. Вот одна церковь, очень крупная церковь, это самая крупная церковь, русская церковь, оказалась просто взорванной, ее взорвали изнутри, она сама позволила этому произойти, но само, как бы, христианство, глобальное православие, оно, безусловно, его, как бы, затрясло, как от большого взрыва, но в другие отсеки эта вода не проникает, И эти отсеки, это другие поместные церкви. И реакции поместных церквей, других поместных церквей православных на войну в Украине, оно, конечно, варьируется. Например, самым откровенным и самым адекватным в оценке этой войны, например, является Вселенский патриарх Вафаламей, который очень большой друг, большой соратник Украины. Вот. И другие церкви по-разному тоже относятся. Например, те церкви, которые ближе к Вселенскому патриархату, они тоже более адекватно оценивают эту войну в Украине, осуждают ее, безусловно. Вот. Но вы спросили про украинскую ситуацию, это совершенно закономерный вопрос. Я вначале сказал о том, что происходит фрагментация украинского общества, происходит эта поляризация. И церковь должна была бы, по идее, способствовать консолидации общества, как бы способствовать замедлению вот этих процессов фрагментации, или замедлению вот этой энтропии, которая возрастает в украинском обществе. Вот. Но, к сожалению, как кажется, это мое такое наблюдение, что церкви, наоборот, делают свой вклад в эту энтропию. Вот. Церкви продолжают друг с другом ссориться, мы видим эти конфликты между церквами, шельмование друг друга, попытки, как бы, выяснить отношения публично. Тем более, что общество тоже, ну, кстати говоря, вот с 18-го года, с момента Томаса, предоставления украинской церкви, прославленной церкви Украины Томаса, все украинское общество, так или иначе, воленс-ноленс, так сказать, хотело оно этого или нет, оно оказалось вовлечено в эти дискуссии, в эти разговоры о Томасе. Это стало популярной темой, даже комики, 95-й квартал шутил про Термос, вместо Томаса и так дальше. То есть, это стало частью публичного дискурса. Вот. И это, на самом деле, создало такой импульс, что по инерции украинское общество продолжает интересоваться церковными вопросами. Вот эти внутренние церковные разборки оказались очень, как бы, в фокусе внимания общества. И тем более они имеют такое измерение общенациональное, и я думаю, что даже какой-то риск представляют из себя для общества. В том смысле, что они показывают пример другим, что вот мы ссоримся, и это пример для других. Если церкви ссорятся, то тогда и мы, давайте, будем продолжать ссориться. И это, на самом деле, только способствует вот этой поляризации внутри украинского общества, которая совершенно нам не нужна сейчас, которая совершенно работает против нашего выживания и нашей победы. Вы знаете, ведь это же экстраполируется общинно всю ситуацию во всем мире. Дело в том, что политики для себя сейчас должны решить, что для них важнее. Политика ценностей или политика интересов. Точно так же церковь, как мне кажется, которая, к сожалению, позволила себя, как вы верно заметили, вовлечь в политику, чего нельзя было делать. А она сейчас для себя должна решить, что для нее важнее, политика интересов или политика ценностей. Если политика ценностей, то, конечно, эти ценности написаны, да, то, что называется, в Библии. И, собственно говоря, больше ничего церковь в этот раз не должно интересовать. Ну, кроме, естественно, там, внешнего нашего врага, вот, который, понятно, что он и для церкви враг, и для нас, для всех враг. Что вы думаете? Совершенно согласен с вашей оценкой, особенно с тем лексиконом, который вы выбрали для описания этой ситуации, ценности и ценники, ценности и интересы. Это наша война, она как раз перед всеми во всем мире поставила вот эту дилемму ценности либо ценники. Это дилемма для наших западных партнеров, это дилемма для нас, как для общества, это дилемма для церквей в том числе. И здесь тоже нужно понимать, как бы иметь такое вот развлечение, умение различать между риторикой ценностей и политикой ценностей. Политикой, которая основывается на ценностях, когда ценности реально воплощаются в жизнь или когда о них просто говорят. И мы знаем и на Западе, и у нас в нашем политическом эстеблишменте, и в нашем обществе, и в наших церквах бывает, что есть только риторика ценностей, вместо того, чтобы быть еще и реальной политикой ценностей, реальным действием, основанным на ценностях. И вот здесь, ну я как бы не буду рассматривать какие-то отдельные случаи или, знаете, указывать пальцем на того или иного, я просто говорю об общем вот этом правиле, общей парадигме, что есть и для нас, и для украинского общества вот эта дилемма между ценностями и ценниками. Поэтому у нас до сих пор, кстати говоря, и коррупция и все остальное, даже во время войны. И, во-вторых, есть проблема камуфлирования ценников по ценности. И нужно иметь действительно такую мудрость и рассуждение, чтобы не поддаваться, не быть вводимым в какие-то иллюзии, в обман вот этим камуфляжам. Я много дискутировала, это были такие внутренние очень дискуссии со священниками, и мы говорили о том, что вот это вот то, что вы говорите, ценники и ценности. Ведь когда вы едете там в загородных каких-то там местах, больших городов, вы видите, как прокуроры и многие другие люди, они живут лучше, чем другие, и понятно, что они вовлечены в коррупцию. И точно так же у меня была дискуссия с одним из священников, я ему говорила, что почему вы ездите на такой дорогой машине? Он говорит, потому что живой человек, мне подарили эту машину. Я говорю, ну ведь можно же ездить на машине дешевле, эту продать и помочь там стражащим. Он сказал, нет, мы живые люди, мы тоже хотим хорошо жить. Я понимаю, что мой вопрос звучит очень брутально, но тем не менее, мне кажется, настало время, когда мы должны говорить честно на эту тему. Потому что мы и так очень много времени потеряли, сакрализируя какие-то возможные наши диалоги, что нельзя задавать это некрасиво, задавать такие вопросы работникам и тем, кто работает в церкви. Вот как вы считаете, должна ли церковь для себя пересмотреть? Кстати говоря, католическая церковь там раз в 5-6 каялась публично, мы помним, за сотрудничество с фашизмом, за педофилию в церкви, еще там у них был ряд, да. А православная церковь, насколько мне кажется, она пока что, по-моему, ни разу публично не каялась за последние 200 лет, условно говоря. Да, все церкви имеют, вы правильно заметили, что все церкви демонстрируют инерцию в признании своих собственных каких-то ошибок прошлого, и церкви имеют тенденцию как бы уличать и других в ошибках и в грехах, но очень редко применяют эти же критерии к самим себе. Вот, и в православии это тоже принято, действительно, в католической церкви, но тоже с очень большим, на самом деле, с очень большой инерцией, с очень большим сопротивлением, и то больше последний понтифик, нынешний понтифик Франциск, он как-то начал признавать ошибки прошлого, и, ну, например, геноцид в Руанде, который был при участии церквей, он об этом открыто сказал. Действительно, какие-то формы сотрудничества с диктаторскими режимами прошлого, далеко не всеми, но наиболее такими одиозными, были признаны. Что-то подобное, я надеюсь, сможем сделать и мы в православной церкви, вот, особенно вот эта война в Украине, она, конечно, стала водоразделом, это, знаете, для православия, глобального православия, это экзистенциальный кризис, на самом деле, то есть это вопрос о том, что, как бы, сможем ли мы сохраниться такими, какими мы были после войны, вот, и тут тоже нет однозначного вопроса, а стоит ли нам сохраняться такими, какими мы были после войны, вот, если мы, если мы проигнорируем, до сих пор игнорируем эту войну, вот, но это как бы отдельный вопрос. Вопрос как бы с имуществом и священнослужителей и прочим, он очень сложный, на самом деле. Потому что, с одной стороны, в открытом, секулярном, демократическом обществе обычно вопросов не задают кто что имеет, если это нажито честным путем. И сам по себе факт владения чем-то, каким-то имуществом, не должен быть зазорным этот вопрос. В конце концов, мы не в коммунистическом обществе живем, где эти вопросы постоянно задают и людей, соответственно, ограничивают по этому критерию. Но, с другой стороны, вопрос как бы честно ли нажито это имущество. Здесь уже надо разбираться как бы индивидуально в каждом случае по-своему. Уплачены ли с него налоги, например, с тех доходов, которые получает священнослужитель. И это до сих пор, как бы, есть очень много лазеек и возможностей получать доходы, не облагаемые никаким налогом. Вот. Являются, как бы, есть более сложный подтекст у этого вопроса. Очень многие получают, например, какие-то пожертвования. Да, вот вы упомянули о том, что кто-то подарил, кто-то пожертвовал пожертвования в качестве некой индульгенции. То есть человек просто, это преступник был, который, может быть, самые такие страшные грехи и преступления совершил. И для того, чтобы перед своей совестью откупиться, вот он дает, подарит батюшке машину. Вот. А батюшка как бы без зазрения совести это принимает, понимая, что это человек сам себя успокаивает. Вместо того, чтобы понести ответственность и понести наказание за свои не просто грехи, а преступления, вот он таким способом откупается. И это тоже, как бы, моральная проблема, моральная дилемма, которую нужно решать. Я лично для себя очень просто решил эти вопросы. Я езжу на электроэтих самокатах и на Uber, и, в общем, чувствую себя совершенно прекрасно. И, ну, это как бы, я, опять-таки, те решения, которые я для себя принял, я, конечно, не навязываю их другим. Но у меня есть, вот, как бы, определенные критерии. Во-первых, доход должен быть законный у любого человека. Человек не должен нарушать закон своей страны, своего государства. И, ну, как минимум, человек должен, как бы, платить налоги с тех доходов, потому что это, как бы, вклад в общее благо для всех. Вот. Таков будет мой ответ. Может быть, он не полный, но он, как бы, как-то пунктирно, может быть, обозначил. Птица Кирилл, в процессе ответа на этот вопрос вы подняли еще один очень, как мне кажется, очень важный вопрос. И я все-таки вам его задам. Вы сказали непонятно, неизвестно, выйдем ли мы такими из этого войны, из этого пламени. Ну, потому что это пламя, которое многих лишает близких домов, жилищ, детей и так далее. Мне кажется, что ответ очевиден. Мы не выйдем уже таким, каким мы были. Другое дело, вопрос важнейший, я вам его задам. А кто встретит этих людей на выходе, которые будут выходить с такими страшными травмами? Готова ли православная церковь, а это по-прежнему важнейший элемент существования нашего общества, принять, ну, говорю это без пафоса совершенно, вот в свои объятия, то есть оказать помощь, поддержать. Каждый второй уже сегодня с ПТСР, а может быть, каждый первый. Да, совершенно верно. Это то, что я рассказываю своим друзьям, партнерам на Западе, что у нас в Украине сейчас пандемия PTSD, посттравматического синдрома. И вот кто будет принимать на выходе, будут принимать такие же люди с ПТСД, только, может быть, другие формы ПТСД. Это другие формы каких-то, в том числе, психических расстройств, каких-то людей, которые требуют помощи. То есть мы на самом деле оказались в ситуации, когда у нас вся страна превратилась в один большой госпиталь, где между пациентами и врачами нет большой разницы. Мы все пациенты. Вот, и здесь встает вопрос о том, что способны ли мы помогать друг другу, либо мы просто ждем от других поддержки, участия в наших трагедиях, без готовности самим отдать, самим понять другого человека. Я думаю, то, что для нас, для украинцев очень важно сейчас, это то, что мы должны научиться беречь друг друга. Вместо того, чтобы искать поводы для того, чтобы поссориться друг с другом, ненавидеть друг друга, для того, чтобы искать выход для этой ненависти, для этой злобы в нашем соотечественнике, вот, мы должны научиться преодолевать. Это, по крайней мере, по отношению к своим соотечественникам. По крайней мере, нам не нужно уничтожать друг друга. Вот, это то, чему мы должны научиться, потому что других врачей у нас нет, кроме нас самих. Врачей, которые, которые сами нуждаются в уворочевании. Церковь в этом смысле, церковь, это же не какой-то там институт, где-то там в небесах. Это люди, вот, люди, которые с теми же самыми проблемами, с теми же самыми синдромами, психическими расстройствами, с теми же самыми травмами, на самом высоком уровне. Это те люди, которые также все находятся, мы все находимся под звуками сирены, все должны бежать в бомбоубежище, независимо от того, ты высокий иерарх, или ты просто рядовой панамарь, или просто мирянин. Мы все как бы в одной лодке, действительно. И здесь я не стал бы ожидать от церкви каких-то магических, знаете, волшебных таких действий, что вот она взмахнет там кадилами или волшебной палочкой, и вот как бы людям станет намного легче. Нет, это будут такие же люди, то есть человек, приходя в церковь, будет встречать таких же людей с теми же самыми расстройствами, и с теми же самыми травмами, что и он сам. И здесь вместо того, чтобы ждать от кого-то, скажем, вот этого волшебного, так сказать, эликсира счастья и радости, необходимо просто целенаправленно, очень трудно, но учиться терпеть друг друга, жалеть друг друга, вот то, что нам нужно прежде всего научиться, жалеть друг друга и прощать друг другу. Ну вот я все-таки еще вернусь к вопросу о реформировании. Вот во все времена, да, если мы посмотрим на всю там двухтысячную историю, всегда были там какие-то легендарные богословы, которые предлагали какие-то реформы, предлагали какое-то новое видение, когда время этого требовало, потому что внутри церкви больше некому это предложить. И есть ли сегодня, видите ли вы сегодня таких людей, которые, потому что время настало совершенно очевидно, события на Ближнем Востоке 7 числа, многочисленной демонстрации по религиозному, так сказать, признаку, мы видим, как такой происходит тремер в мире, да, и мы видим, что многие факторы отходят, но религиозный фактор по-прежнему очень-очень важен. И, конечно, в такие времена всегда, вот как мы говорим, нет сильных лидеров в Европе, вот где же Маргарет Тэтчер, где же там Черчилль, где же еще что-то. Есть ли сильные лидеры в современной церкви? Не важно, давайте сейчас масштаб откроем, не обязательно в православной, но видим ли мы таких людей, которые способны как бы встать из окопа и предложить новую систему ценностей? Конечно, сильные люди, сильные лидеры есть в христианстве, в различных церквах, но сильное лидерство не означает принятие этого лидерства всеми. Даже во времена Тэтчер и Черчилля, по крайней мере, половина их стран не принимала их. Черчилля они перезбрали после Второго мира войны, когда он выиграл в войне, он проиграл выборы. По отношению к Тэтчеру была сильнейшая критика. По отношению к Рейгану, который тоже был очень сильным лидером, тоже сильнейшая критика. На него покушались, его чуть не убили. И это не то, что как бы даже с Трампом. То есть, сильное лидерство не означает консолидации, на самом деле, это первое. Сильные лидеры сейчас в христианских церквах, как я сказал, есть. Я могу сказать, что я уже поменил патриарха Вархоломе, который считает, что он сильный лидер. И он действительно имеет очень большой вес и мудрость для того, чтобы говорить о вещах так, как важно для нас в Украине, по крайней мере. Я бы не сказал то же самое о Папе Франциске, хотя он старается. Он на самом деле является лидером для большей части христиан во всем мире. Причем тоже есть большие группы католиков, которые его не принимают, которые его вообще считают отступником. И есть, конечно, огромное количество католиков, особенно в тех регионах, которые важны для нас, для Украины, на так называемом глобальном юге, где слово Папы имеет абсолютный вес. Больший вес, чем слово любого другого политика регионального. И тоже мы можем сказать, что нам слова Папы чем-то не нравятся, и мы с ним не согласны. И, наверное, мы правильно будем говорить, что мы не согласны с какими-то словами Папы. Но нужно понимать, что он действительно очень важный лидер для той части человечества, которая важна для нас сейчас в этой ситуации. В Украине тоже были сильные лидеры. Я думаю, что и действительно, вот буквально перед войной мы имели действительно очень таких выдающихся людей, которых я знал лично и которых я очень уважал. Я считаю, что они действительно были такого, знаете, сверхнационального масштаба лидера. Это, например, кардинал Любомир Гузер. Это митрополит Владимир Сабадан. Который действительно, наверное, если бы они продолжали жить сейчас, было бы нам проще в нашей ситуации. Но, знаете, мы не выбираем себе время. Время имеет свои законы, оно продвигает своих людей, своих лидеров. Может быть, они еще появятся. И у нас сейчас, я бы так сказал, может быть, не так и плохо, что у нас нет сильных религиозных лидеров в данный момент. Потому что, может быть, модель лидерства, вот, как такой, знаете, какая-то некая монархия, либо политическая, либо религиозная, она не нужна Украине. Потому что сейчас герой, сейчас лидер – это сам народ, это само общество. Мы лидеры. Мы все, мы должны понимать, что от нас все зависит. Зависит не от какого-то там деятеля, даже самого святого, самого умудренного жизнью и опытом, а зависит от нас. Мы сейчас, может быть, и не нуждаемся в лидерах. Потому что мы должны проявлять свои лидерские качества. Мы выставим лишь как народ, лишь как сообщество людей, имеющих общую цель. И, может быть, поэтому у нас нет и, как бы, таких сильных, ярких и политических фигур, и в том числе религиозных. Главная фигура сейчас в Украине – это мы, это люди, это общество. Знаете, когда я говорила о лидерстве, особенно о богословах нового поколения, я имела в виду даже не столько сильных людей, которые ведут за собой, сколько людей, которые могут предложить новые идеи, которые можно обсуждать. Я имела счастье быть знакомой и даже записать ряд интервью с любым миром Гузером. И счастье, и честь быть с ним знакомым. И должна сказать, что рядом с этим человеком я испытывала, наверное, самое сильное религиозное чувство, которое возможно. Потому что я понимала, что одно его существование, его жизненная позиция и всё остальное убеждали меня в том, что всё, что связано с религией, имеет смысл. И вот, конечно, таких бы людей нам побольше, это да. Но спрошу у вас. Один мой друг, у меня очень много друзей, которые и сейчас воюют, и часть из них уже вернулась, демобилизовалась с фронта. И один из них сказал мне вещь, которая меня немножко расстроила, хотя я с абсолютным пониманием её восприняла. Он сказал, что он очень был воцерковлённый и верующий человек. Он сказал, что война и фронт пошатнули его веру в Бога. И сейчас он находится в очень тяжёлом в этом смысле состоянии. Что бы вы сказали тем, кто находится в аналогичной ситуации? И как вы поступаете в жизни, когда, наверное, у вас тоже бывают такие моменты, когда вам тяжело? Возможно, это какой-то личный вопрос, извините. Тем не менее. Я хочу только закончить, может быть, сначала свою мысль, о которой вы продолжили говорить о лидерстве. Есть, конечно, в Украине сейчас светлые голоса, светлые умы, люди, которые пишут, которые апеллируют к обществу, взывают, которые продуцируют какие-то смыслы и в религиозной среде в том числе. И опять-таки, знаете, я не буду называть сейчас конкретных людей, потому что кого-то, кого я не назову, может быть, это будет несправедливо по отношению к ним. Но я хочу сказать, что есть такие люди. Что касается вашего второго вопроса о кризисе веры, который приходит с войной. Война – это действительно, знаете, слово «кризис» греческое, и оно буквально значит суд. Когда происходит какой-то кризис, такой как война, например, это в том числе суд над тем, чем мы были до войны, что мы имели до войны. Если наша вера пошатнулась после войны или в результате войны, может быть, она не была такой сильной и до войны. Может быть, у нас была какая-то иллюзия веры. А сейчас пришло время для проверки этой веры. У многих людей, наоборот, происходит, что они обретают веру. Я хотел бы привести пример одного очень светлого, великого человека, который умер буквально недавно. Он был немец. Его звали Юрген Мольтман. Еще юношей его забрали в Люфтваффе служить. Он прошел два года войны. Он послужил, он воевал на немецкой, на нацистской стороне. И в 1945 году его взяли в плен англичане. Вернее, он сам сдался англичанам. И он провел несколько лет в лагерях для военнопленных. Именно в лагерях он обрел веру. До этого он не был христианином, он не был верующим человеком, активным верующим человеком. То есть, у него какое-то культурное, конечно, христианство было, но не более того. А у него произошло обращение уже в этих лагерях для военнопленных. И самым таким мощным толчком для него был опыт Аушвицца. Тогда военнопленным немецким показывали кадры из концлагерей. И на самом деле для очень многих, в том числе солдат, немец Аббера или Люфтваффе, различных подразделений, это был шок. Они плакали. Кстати говоря, это то, что отличает многих россиян. Россияне сейчас онлайн видят, что делают. Российские бомбы и ракеты с украинскими городами, они не плачут. Многие смеются. Немецкие солдаты плакали, когда они видели кадры, хронику из концлагерей. И в том числе и Мольтман. И тогда в немецком обществе, в результате вот этого переосмысления их опыта, начали очень многие задавать вопрос. И в том числе и в церквах, в христианских церквах, которые поддерживали нацистов. Начали задавать вопрос, если был Аушвиц, то где был Бог? То есть стали очень такие экзистенциальные вопросы, есть Бог или нет в связи с Аушвицем. Подобного рода вопрос, как вы сказали. И Мольтман, такой новообращенный христианин, попытался дать ответ на этот вопрос, что как был возможен Бог, если был Аушвиц или Освенцем. И вот он стал богословом, то есть он прожил вот это все время. После войны он умер буквально месяц назад, на самом деле. Он стал одним из самых выдающихся богословов современности в мире. Нацистский солдат, неверующий в Бога, в результате вот этого опыта лагерей для военнопленных, кадров из Аушвицца, превратился в нечто совершенно другое. И дал всему, всей поствоенной Европе и, может быть, даже миру новую надежду, новые смыслы. Поэтому вот война, она колеблит веру кого-то. Кто-то задает вопрос, как может быть Бог, если есть Буча, если была Буча. А с другой стороны, Буча или Изюм и более страшные места есть, чем Буча. Они тоже позволяют дать новые ответы на вот эти вопросы. Где был Бог, когда был Изюм и когда была Буча. И люди находят для себя эти ответы. Я думаю, что это то, через что проходят, должны пройти многие, наверное, и украинцы. Пройти через этот опыт войны для того, чтобы по-новому ответить на вот эти старые вопросы, которые, может быть, до войны для себя они уже ответили на эти вопросы. Но теперь на них заново нужно отвечать. Да, так и есть. Я бы очень хотела, чтобы все мы укрепились в вере во время этой войны. Мне кажется, это очень важно. Спасибо вам большое, отец Кирилл. Огромное спасибо. И надеюсь, что мы с вами продолжим эти наши дела. Спасибо вам большое. Желаю вам успеха в ваших трудах, очень важных для всех нас. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова